23 января в Махачкалинском аэропорту «Уйтаж» прошло отчётное мероприятие, где были подведены итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Он представляет собой программу, которая поможет компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. Для реализации проекта создаётся производственный поток-образец, формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. В рамках проекта предусмотрено создание информационных центров. Это наш основной информационный центр «Проект Махачкала». Здесь по категориям безопасность, качество, производство, экономика и корпоративная культура. Здесь же еженедельно у нас проводят совещания заместителей. Здесь у нас актуальная информация, в данной здесь информация по производству. Соответственно, это данные за 2023 год в сравнении с 2022 годом. Заместитель генерального директора по экономике и финансам аэропорта Махачкалы, руководитель проекта над предприятием Заур Алиев рассказал о внедрении данной программы в организацию. По его словам, было обучено три сотрудника, а после переданы все материалы остальным работникам компании. Соответственно, в данном классе с периодичностью один-два раза в месяц собираются группы по подразделиям и проводится обучение инструментам бережливого производства, культуре неправильных улучшений. Также, ну мы уже дальше пройдем, потому что покажем, есть еще один такой инструмент, называется фабрика идей. Суть заключается в том, что сотрудники заполняют специальные бланки, есть возможность подать в электронном варианте, есть возможность подать в дамажном варианте. Свои идеи, предложения по улучшениям, то, что они видят непосредственно на своем рабочем месте. Отметим, что Алиев прошел специальное обучение под руководством экспертов Федерального центра компетенций, стал тренером и последующие два года мероприятия нацпроекта в аэропорту будут реализовываться под его управлением. Так, благодаря проекту были достигнуты следующие цели. Прирост производительности труда плюс 10%, развитие производственной системы предприятия до целевого уровня, определены процессы управления персоналом, внедряемые, адаптируемые в целях развития КНУ и сформированы матрицы компетенций. Определены основные профессиональные компетенции, проведена оценка. Кроме того, данные изменения внесли улучшение в деятельность сотрудников, а именно совершенствование рабочих мест, условий труда, обучение персонала, подход к решению проблем, регулярное информирование и другое. Те пассажиры, которые не могут определиться, куда им пойти, где их стойка, они создавались такая скучность очереди, именно в той зоне, самой напряженной, где у стойки регистрации у нас очереди. Видя этого сотрудника в яркой жилетке, он их сразу ориентировал, показывал, где их стойка регистрации, подсказывал, где выход, какой на посадку. Также, если на одном рейсе открывается 2-3 стойки регистрации на один тот же рейс, но пассажиры все выстраиваются в очередь у одной стойки регистрации. Данный сотрудник в яркой жилетке, опять-таки, подходит и перенаправляет учения. Кроме того, в мероприятии принял участие генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов и министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов. Министр экономики Республики Дагестан подчеркнул, что аэропорт – один из участников нацпроекта «Производительность труда в Дагестане», а министерство – региональный оператор. Основная цель этого проекта – это повышение производительности труда, как мы с вами понимаем. И вот здесь практически по всем предприятиям-участникам нашего национального проекта эти показатели достигнуты. Где-то этот рост составляет 1-2%, где-то 5%. В завершении конференции стороны отметили, что участие в национальном проекте нарастит капитализацию и увеличит прибыль путем устранения неэффективности производственного процесса без масштабных затрат. Напротив, в рамках нацпроекта для предприятия предусмотрены особые меры поддержки в виде льготного заемного финансирования и прямых инвестиций. Продолжение следует...